Ирина, я спрашивала про первый танец в смене платья, такой вопрос, я гимнастка, художественная гимнастика, не будет ли лишним первым танец интересной тяжелой поддержки, скажем так, необычные, хочется показать индивидуальность, чтобы не было обычного сводения в танце, но также переживаю, чтобы не было перебора с маханием ногами, спасибо большое за ответы, извините, что это глупые вопросы, ой, Вероника, абсолютно не глупые вопросы, наоборот, это так интересно. Да, конечно, делайте, это же вы, это ваше преимущество перед остальными, это очень круто, если мой ребенок в будущем добьется какого-то успеха в этой профессии, или там в будущем да просто как-то сможет применить это дело, просто у него будет хорошая растяжка, да это же очень круто, это просто другие так не могут, понимаете, и для всех остальных, кто не может, они будут вот с такими же глазами смотреть на вас, как я смотрю сейчас на своего 4-летнего ребенка, который пытается там сесть на шпагат и практически уже садится, поэтому, конечно, делайте, доплевать, махание, не махание, слушайте, это круто, это очень круто, вы должны понимать, что любые вещи, которые делаете вы, не могут делать другие, это ваше преимущество, и именно это и восхищает обычно, восхищает то, что другие не могут делать, то есть там кто-то умеет классно играть на пианино, я смотрю на этого человека, он круто играет, я думаю, обалдеть, я тоже хочу так, я так не умею, я не знаю, у меня в жизни так не получилось, я не умею, ваши гости не умеют, там у них нет такой растяжки, ну скорее всего, вероятность большая, что может быть у кого-то есть, но не у всех, да, и поэтому это и восхищает, люди ходят заниматься хореографом, чтобы хоть что-то сделать, хоть какую-то часть исполнить, а тут вы это умеете, вы стесняетесь показывать, да ну бог с вами, показывайте обязательно, максимально продемонстрируйте ваши способности, когда, когда, если не сейчас, когда, скажите, больше не будет такой возможности.